Здравствуйте! Он стартует куда-то вот как раз в этом направлении. Так, пересечься нам нужно в Дадзё. Секунду. То есть... А, это не здесь. А там что-то тоже, да, происходит вроде бы. Ну ладно. Хм, как думаете, там что-нибудь есть? А, там же этот лагерь, по-моему, нет? Нет. Это, ребят, не то место. А вот там что-то есть. А вон и Дадзё. Ну давайте я посмотрю, что тут. О, прикольно! Подбили. Сейчас, давайте доберёмся до этих кабанчиков. Ну куда удрал-то, ё-моё? Между прочим, шкура хищника. Так, кабанчик. Так, ещё. Вот и всё. Ещё три шкуры хищника. А там, походу, у нас монголы, да? Кто там? Ребята, а это что за птичка? Так, ну давайте поглядим, что здесь. Не забывайте об отдыхе, господин. Сейчас я поднимусь и посмотрим, что это нам даст. Припасы. Так, привет, чувак. Хочу поговорить с тобой. Мой брат мечтал стать самураем. Даже устроил тренировочную площадку с бамбуком. Всю зиму там упражнялся. Тренироваться на бамбуке – отличный способ отточить мастерство мечника. Может, я составлю твоему брату компанию? Он умер от лихорадки несколько лет назад. Но я вспоминаю о нём каждый раз, когда вижу такую площадку и знамя над ней. Теперь буду я. Спасибо. Береги себя. Ребята, это подсказка. В общем, нам надо искать площадку со знаменем. Интересно, она где-то здесь? Сейчас, давайте посмотрим. Вообще не видно. Сейчас попробую тут посмотреть. Там тоже никаких... А хотя нет. Ну нет, там цветок вроде бы. Ну ладно, давайте я, короче, поднимусь. На всякий случай посмотрю. Это ж не площадка, правильно? Да, ребят? Давайте поднимаемся. И тут площадки у нас, друзья мои, тоже нет, но здесь очень много цветов. Ну и, скорее всего, они нам пригодятся. Так, кстати, отсюда не видно, да, никакой площадки. Ну, короче говоря, это, по всей видимости, просто какая-то подсказка. Что, мол, типа, найдёшь знамя, значит, там будет и площадка. Смотрим на карту. Нам нужно двигаться назад, получается. До Датзен. Скорее, какая! Этого самого. Исикавы. А, вон, походу, оно и есть. Давайте, на самом деле, попробую тут рискнуть. И, в общем-то, да, всё правильно. Это оно? Да, ребят. Дадзё, сэнсэ и сикава. Сакай! Сэнсэй, есть весть о Томоэ? Есть. Но едва ли ты готов с ней встретиться. Говорите так, словно она демон. Это близко к истине. Томоэ бесстрашна. Она не самурай, но прирождённая убийца. Я знаю таких. Нет, не знаешь. Идём. Куда мы направляемся? На стрельбище. Местный житель видел там монголов с луками. Возможно, Томоэ была с ними. Если Томоэ правда бесстрашна, она была бы славным союзником. Оголодавший леопард тоже бесстрашен. Леопарду не постичь ваш путь лука. Забудь, Сакай. Она не вернётся к нам. Почему она вас предала? Я пошёл на риск. Научил её всему, что знал сам. Она обманула моё доверие и была наказана. Нелегко вам пришлось. Ты видел, что она сделала с пленниками Фортина Каяма. Таков был её осознанный выбор. И она делает такой выбор не в первый раз. Она может быть не виновата. Ты сомневаешься? Да, на самом деле мы с вами можем и ускориться. Чтобы быстрее преодолеть необходимое расстояние. Чё, получается, наверх лезть? Тебе придётся залезть наверх. Вы сможете, сенсей? Ну ладно, погнали. Чего ты там застрял, Сакай? Я застрял. У меня всё отлично. Сенсей, вам помочь? Недурно, Сакай. Вы сказали, наверх придётся залезть. Нет. Я сказал, что залезть придётся тебе. Чтобы размяться. Стрелы. Монгольские и японские. Если они здесь были, то давно ушли. Попробуем взять их след возле мишени. Но мишени нет. У сторожевой башни. Недурно, сенсей. Надо их выследить. Шевелись, Сакай. Так. Здесь то же самое. Ну чё, погнали? Так, ну пока вроде бы... Вроде бы чисто. Так, я на месте. Вау, 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 вау. Это где? Ой. Так, нам подсказывают, как метать кунай. А давайте-ка попробуем. О, чё, неплохо. Да вы чё, офигели, что ли? Так, у меня больше кунайф нет. У меня кунайф нет. Опа. Так, добили самое главное. Опа. Пробили защиту. Нужна ваша помощь. Сенсей. Сенсей. Ну ладно, справимся. Да блин, натяжение нужно просто больше делать и всё. О, тварь. Сюда иди. Ещё один. Ох. Спокуха, ребят. Вот так и в ответочку. Ну нет, здесь надо пробивать, короче. Вот так, мощный. Пробили и всё. Закончили. Молодец, Сакай. Решили передохнуть, сенсей? Решил узнать, как ты справишься с засадой. Вы знали, что здесь монголы? Да. И решили промолчать? Если не можешь одолеть пару монголов, какой из тебя толк против Томоя? Это война, а не урок. И много ли войн ты повидал? Мне решать, когда давать тебе урок. Понятно, почему Томоя на вас напала. Итак, Сакай, куда она пошла? Сейчас осмотрюсь. Много следов. Не меньше дюжины человек. Пойдём по следам. Если мы её выследим, не жди. Нападай, не стой на месте, иначе погибнешь. А в этот раз вы стрелять будете? Если её найдём. А если нет? Ты один справишься с дюжиной врагов? Если придётся. Верный ответ. Так, ну следы по-прежнему ведут нас вперёд. Правда, какие-то странные следы, да? Как-то местами куча. А потом их нет. Так, куда-то мы с вами прибыли. Не знаю, что это такое. Сейчас, давайте посмотрим, что здесь, к чему. Так, нужно спасти пленных крестьян. Ух! Может быть, мы с вами подойдём? Чё-то уж больно, мне стрёмно как-то за тех крестьян, и правда. Давайте я попробую, короче. Убит. К этому, я думаю, что мы с вами, знаете, как сделаем сейчас. Ой, больно как было. Ой, как больно было! Фига. Так, монголы захватили пленников. Если враги вас заметят, то начнут их убивать. Так, сюда иди. И давай кунаем. Ещё. Всё, предводитель убит. Это, конечно, замечательно, но там, как видите, сейчас чувак какой-то бежит к этим заложникам. Давай вот так. Опа, пробиваем. Ну чё, вроде бы всё. Ха, прикольно. Ребят. Супер. Никто не пострадал. Ща, обождите. Хочу посмотреть, что внутри. И имею на это полное право. В общем, как видите, особо... Я научил чудовище охотиться. Люди слышали, как Томоя отдавала приказы. Говорила об источниках Хиоси. Видно, она только начинает. Сакай, твои методы чужды и мне, и твоему дяде. Прежде не было такого врага. И он должен быть побеждён. Самурай — это страж. Не убийца, что крадётся, как вор. Вы не были при Комоде. Но видел многое. И знаю, что там было, но не стану снова учить чудовище. Понимаю. Чудовищем я не стану. Если Томоя нацелилась на Хиоси, надо подготовиться. Нам обоим. Приходи в Додзё Сакай. О, гляньте, у нас появляется оберег. А вот оберег мы с вами как раз-таки можем уже использовать. Он позволяет на 15% быстрее накладывать стрелу и натягивать тетиву. Я думаю, что это нам подойдёт. Ещё смотрите, сколько у нас, на самом деле, свободных мест. Прикольно! Так, получили с вами ещё шёлк. Сейчас посмотрим на карту. Блин, всё-таки хочу я добраться в итоге до... Вот этих источников. О, можно прям, прям сразу сюда к нему. Ну и замечательно, ребят. Сейчас давайте дневник. Здесь у нас доступны истории Цусимы. Прикольно. Ну, короче, давайте закончим, на самом деле, здесь вот с этим заданием. Давайте перемещаемся в Додзё. Ну, может быть, Исикава нам ещё прокачает как-нибудь наш лук. Что слышно о Томое? На дорогах Хиоси находят трупы со стрелой в спине. Люди сидят по домам, дороги опустели. Думаете, это она? Чтобы отрезать город от мира, хватит горстки лучников. Это была ваша тактика, когда вы служили в клане на Гао? Томое, хорошая ученица. Верно. Будто ваше отражение. Это можно обратить себе на пользу. Идём. Пойдём. Как нам разыскать этих лучников? Надо мыслить как Томое. Как расставить лучников, чтобы перекрыть все ходы и выходы от источников Хиоси? О, источники Хиоси? Да, мы с вами туда пойдём. Так, давайте встанем сюда. Посмотримся. Так, давайте подумаем. Вот здесь, может быть, на высоте. Так, там, наверное, не вариант. Там тоже какая-то скала, может, подойдёт. Путь к морю могут закрыть всего несколько лучников. Да. Кто-то должен следить за мостом, ведущим в город. Верно. Дорога на юг идёт под горой. Оттуда можно осыпать врага стрелами. Домой согласилась бы. Ты не безнадёжен. Идём на охоту. На охоту. Да, это прикольно. Сейчас, ребят, подождите. Хочу посмотреть, что здесь. Получаем с вами повязку синего неба. А у нас белая повязка, да? Сейчас нам покажут. Ну, в принципе, неплохо. Ну, давайте как вариант. Так, по доспехам у нас... Ну, только такой вариант пока. Ну что ж. Сейчас давайте посмотрим. Вот сюда нам, в эту зону, нужно, ребят, двигаться. Давайте попробуем здесь спуститься. Чё, может быть, с вами кучу времени сэкономим. Ха-ха. Только не совсем понимаю, как... Как он спустится. Ну, по всей видимости, за нами. Либо сможет опять... А, он здесь уже. Фига, ловкий мужик. Так, ну что ж. Источники Хиоси. В общем-то, нам... Это как раз-таки и нужно. Так, как насчёт того, что, может быть, спуститься здесь? Сейчас, подождите. Хочу посмотреть. Ну да, нам туда... Туда и надо. Здесь у нас припасы. А вот спуск, ребятки, не очень-то и простой. Давай, давай. Так, чё-то прям как-то ссыкотно прыгать. Высота большая. Тем более, как мы с вами успели заметить. Короче говоря... Да, блин, где спуститься-то? Вот здесь с вами прыгаем. А вот это чё такое? Опять припасики. Давайте посмотрим, чё в этом поселении есть. Может быть, что-нибудь будет полезное. Там, я не знаю, какие-нибудь улучшения. Что-то в этом роде. Хотел цветы забрать, но не получилось. Мой господин, это меч клана Сакай? О, да. Он самый. А ты разбираешься. Это прославленный клинок. Я слышал о том, как он прекрасен и остёр. Но даже не надеялся увидеть его своими глазами. Давненько я не тренировался на бамбуке. Для меня честь увидеть ваш меч в деле. А, вот оно что. Вот, в итоге, площадка эта самая. С бамбуком. Давайте попробуем. Ну, это как бы вообще изи. А вот здесь уже не изи. Э! Так, отлично. О, нифига. Всё получилось. Срезали семь этих стебельков. И увеличили себе решимость. Решимость, ребят, это у нас такие кружки в левом нижнем углу. Меч клана Сакай прекрасен. Тем более, когда он в руках мастера. А тренировки с бамбуком сделают вас только сильнее. Да, сила мне понадобится. На острове много тренировочных площадок. И вы сможете оттачивать своё мастерство. Прощайте. А чё, это всё, что ли? Ну, короче, вот такие площадочки мы с вами и должны будем искать. И сможем с вами увеличивать решимость. Так, всё-таки давайте ещё раз посмотрим, куда идти. Так, а чё здесь у нас? Мастер луков. Доступно одно улучшение. А где искать этого мастера? Где он? Покажите, как его найти. Я хочу. Сейчас давайте осмотрим, потому что... Это, я думаю, что очень важно. Так, ну здесь не похоже. Там, на самом деле, с кем-то можно побеседовать. Загляну. Потому что много ценной информации получаем. От таких вот разговорчиков. Тоже интересуетесь небесным ударом Сигенори, господин? Интересуюсь. Эта техника существует только в легендах. Музыкант Ямато говорит, что это не так. Я не удивлён. Люди всегда восхищались его рассказами. Я его встретила у кузника Мацу. Если эта техника и впрямь такая мощная, надеюсь, вам не придётся защищаться от неё в бою. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Технике это всегда интересно. А где она? О-о-о, прикольно. Небесный удар. Ребят, заглянем. Я же говорю, вот такие вот разговоры. Вроде бы, смотрите, она сидит в какой-то избушке. Ну, не избушке, но, вы сами понимаете, в доме. В таком неприглядном. Сколько всего получается полезного. Так, может быть, здесь где-нибудь, а? Ну, дайте прокачать лук-то. Мужик, где лук качают? Чёрт. Сейчас, поглядимся. Вот там какое-то дерево у нас. А вот это чё такое? Чё за знак над головой у неё? Ну, здесь большое поселение. Сейчас подойдём везде, изучим всё. Мой господин, должно быть, сражение утомило вас. Целебная вода этих горячих источников поможет восстановить силы перед новыми испытаниями. Я должен быть готов к грядущим битвам. Прошу за мной, господин. А чё она хочет? В смысле, помыться надо? Купание в горячих источниках укрепляет дух. Если будете делать это часто, источники даруют вам долгую и благополучную жизнь. Сюда. Тёплая вода успокаивает. Размышления. О, о ком подумать-то, ребят? Никогда не забуду день, когда убили отца. Я спас бы его. Будь я старше и сильнее, если бы не испугался. Офигенно! Максимальный запас здоровья увеличен. Прикольно. Хотя, казалось бы, да, какое-то простое действие. А в итоге получаем такое улучшение. Это нам пригодится. Так, цветы сорвали. При пасеке. Так, может быть, это не всё? Вообще, на самом деле... А, вон. Вон там что-то есть. Ну, правда, это на лук не похоже, но... Нашёл. Нашёл, походу. Ребят, сейчас давайте поглядим, кто это. Зверолок. Если у вас есть шкуры, я могу предложить что-нибудь взамен. Ну, если бы они у нас были, то, конечно, мы к тебе бы обратились. Простите, но этого мало. Ну, смотрите, короче, здесь улучшение у нас будет зависеть от наличия определённого количества шкур. Так что, ребят, будем с вами копить вот эти шкуры диких животных и потом снова к нему наведаемся. Я сделаю всё, чтобы ваш лук был гибким и прочным. Буду благодарен тебе за услуги. Для меня это честь. Принесите мне материалы, а дальше я всё сделаю. Итак, на улучшение у нас есть. Требуется 150 припасов и 25 бамбука. Покупаем. Такому луку позавидовал бы тогда Йори Нагао. Нифига, тут уже потребуется 300 припасов, 50 бамбука и 15 тиса. Окей. Ну, это вроде бы такой ресурс, который нам попадается очень даже часто. Да, мой лук вообще будет всех карать. Всё, а теперь давайте будем смотреть, куда нам в итоге идти. Куда-то вот чуть правее в ту сторону. Отлично. Нам ветер снова подсказывает. Давайте, ребят, будем бежать. Ну, сейчас выберемся с этой деревни. И я думаю, что возьмём с вами коня. Там не пройти. Пройти нужно где-то здесь. Опять цветочек. Ну вот. Чему ещё вы научили, Томой? Я ничего не скрывал. Мы почти на месте. Будь на чеку. Лес скрытых родников. Давайте будем поближе держаться вот к этой растительности, потому что вдруг нам придётся скрыться в этих зарослях. Невинные путники. Убито. Отправим убийцу за реку Санзу. Вслед за ними. КОНЕЦ